Ильзавета, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где и с кем вы будете встречать Новый год? Новый год, я надеюсь, буду встречать в кругу семьи, близких друзей дома. Хотя я не знаю, как могут развернуться события, потому что в новогодние праздники, два дня до Нового года и шесть дней после, я буду в Питере. На елках? Ну, я буду на ледовом спектакле, на сказке «Тайна острова сокровища» Ильи Вербуха, которая в прошлом году, тоже на новогодние каникулы, шла в Москве. Теперь мы ее везем в Питер. А вы в корпоративах не участвуете в новогодних? Ну, вас не приглашают там на всякие вечеринки? Ну, честно говоря, я вообще не очень люблю вечеринки. Знаете, сейчас тусовки, тусоваться, мне кажется, это вот слово, тусоваться, оно как-то очень устарело, и как будто бы его, как будто его забыли выкинуть, то есть оно утеряло смысл. Конечно, если в кругу какой-то теплой компании, друзья собираются, хотят отметить наступление Нового года, то, конечно, я всегда за. Нет, я про корпоративы-то говорил не тусовочные, а для людей шоу-бизнеса новогодний вообще этот период рождественский, это период заработков, вот то, что называется елками, их приглашают на разные мероприятия, я про это говорил. Ну, я понял, что это тоже не ваша тема. Ну, я понимаю, ну, да. А какая ваша тема? Моя? Да. Ну, вот помимо того, что известно публике, что вы делаете, что вы снимаетесь, играете, чем вы еще занимаетесь для души, то, что называется? Для души, ну, знаете, как есть у американцев такое выражение, «Пожиратели жизни». Ну, оно звучит достаточно агрессивно, но я бы сказала так, что я просто живу сегодняшним днем, и все, что мне интересно сегодня, я этим наслаждаюсь, этим горю. Это кино, это театр, это лед, это ваха. Это же ваша работа, то есть тогда получается, что вы варкоголик, как говорят американцы, если вы наслаждаетесь работой. Ну, вы знаете, работа для меня имеет какой-то очень грубый смысл, работа, ну, то есть как обязанность какая-то. Нет, для меня это скорее удовольствие, и, к счастью, отчасти работа, но в хорошем, позитивном смысле этого слова. То есть вы работе отдаете себя полностью, у вас нет никаких хобби, никаких вот помимо работы. У вас домашние животные есть? Есть. Какие? Есть Маруська, собака. Ну, вот я ее обожаю, очень люблю. Ей два года, она появилась у меня два года назад, ровно в новогоднюю ночь. Как подарок? Да, как подарок. Какая порода? Чихуахуа. Она ужасная. Почему? Ужасная хулиганка. Ну, потому что она хозяйка в доме. Она никого больше не признает хозяйкой, ни меня, ни маму. Она делает, что хочет, и мы ее за это любим. Мы на даче с Марусей выходим утром на улицу из дома, и на перегонки бежим к грядкам с той же клубникой. И начинаем, я пытаюсь все побыстрее урвать, хотя, ну, ягодку пока Маруся не успела есть, потому что она прямо очень любит, я не знаю, ну, какой-то собака-вегетарианец какая-то, не очень, наверное, это нормально, но она замечательная. А вы на Новый год-то будете пить шампанское? Или нет? Или шампанское не ваш напиток? Нет, не мой. А какой ваш напиток? Мой? Я понял, что ваша диета – это клубничная, это я понял уже, что овощи, фрукты. А напиток ваш какой? Нет, у меня диеты, правда, никакой нет, это просто я очень, естественно, люблю свежие овощи и фрукты. А напиток, ну, не знаю, новогодние какие-то напитки. Я думаю, что в новогоднюю ночь можно побаловать себя всякими газированными, очень неполезными напитками, вот, а так, не знаю, я вообще люблю в новогоднюю ночь уже под конец празднования просто выпить с близкими друзьями тёплого чая. А друзья у вас кто? Это друзья школьные или друзья вновь обретённые из богемной среды? Ну, нет, и, конечно, друзья есть и из среды, и из школы, и потому что у меня есть замечательная подружка Соня Петровская, с которой я дружу, я помню её с тех пор, как я родилась, она всегда была рядом, она ровно на год меня старше, просто дружат наши родители, поэтому мы тоже очень… А чем она занимается? Она, ну, она сейчас поступила в институт, точнее, будет поступать во Шанхае, она сейчас уехала в Китай, я ужасно по ней скучаю, звоню ей, пишу, вот, к сожалению, это первый Новый год, который я буду праздновать без неё, но с её мамой, с друзьями. Это ваш сайт, да, вот это вот? Да. Официальный? Да, официальный сайт. Ну, вы сами им не занимаетесь. Не помогает. Ну, я, нет, я периодически на него захожу, конечно, добавляю какие-то новости, пишу. Да, я обратил внимание, что здесь есть письма от Лизы, такой очень необычный формат, крайне редко, то есть последнее в сентябре до этого, только в феврале. И вот про последнее письмо ваше я хотел поговорить, сентябрьское, оно действительно очень необычное, о чём вы сами говорите, вы описываете там, ну, неудачу, как с вашей точки зрения, я это выступление не видел, но вы считаете, что оно было неудачное, при исполнении песни вас там перемкнуло, что бывает со всеми. Зачем вы рассказываете вещи? Для того, чтобы освободиться как-то, или для того, чтобы получить какую-то реакцию фанатов ваших? Ни в коем случае. Ну, во-первых, нет, вообще очень приятно, что люди пишут какие-то слова поддержки, это правда очень важно, хотя, может, кто-то говорит, что абсолютно не важно ничем мнением, для меня очень важно. Но, конечно, это и возможность освободиться, как бы написать о своих ощущениях и вообще рассказать людям, которым это интересно, о том, что жизнь не состоит только из одних, ну, там, успехов, положительных. Вы же сами, я вас перебью, прямо сами в заходе, проговорили, что обычно пишут об удаче, даже не акцентируя на этом внимании, но рассказывают о каких-то вещах, которые можно там поставить в зачет. Это с вашей точки зрения, опять же, даже не знаю, о чем речь, поскольку не видел это выступление, вы считаете, что вы неудачно спели, что там, это была вот просто такая драма творческая. Честно, нет, нет, не творческая травма, нет, нет, не так, конечно. Да, а как? Просто для меня странно, но психологическая травма, потому что с какого-то возраста, знаете, когда ты выходишь на сцену, когда тебе 7 лет в музыкле Энни и поешь несколько арий самостоятельно, то тебе делают скидку на какие-то ошибки из-за возраста. Ну, как ребенок, да, как ребенка. И, может быть, еще тогда я просто не осознавала вообще того, что со мной происходит, что я на сцене, что это ответственно, что люди смотрят. Я просто получала удовольствие, а сейчас я стала задумываться о том, как это у меня получится. То есть я думаю, да, о результате. Ну, по-моему, очень строгих себе, потому что вы же еще ребенок, вам 17 лет, вам в Америке даже пиво не продают. Поэтому, в общем-то, я думаю, что вы напрасно как-то заморачиваетесь. Вы сыграли в десятках фильмов, я посмотрел фильмографию, и я вот прямо в этой студии беседовал недавно относительно с Олегом Меньшиковым. Он говорит, я всего сыграл в 30 фильмах, но у него значительно больше стаж рабочий, а вы сыграли в большем количестве лент уже, чем Меньшиков. Вам это нравится или вы вообще не отказываетесь от предложений? Вот почему такой список солидный уже? Нет, ну, во-первых, список состоит, я думаю, что все-таки, наверное, считать фильмы можно, имею в виду, что есть фильмы, где какие-то проходящие роли, и в кадре ты в фильме непосредственно находишься, ну, может быть, минут пять. Поэтому я не знаю, как можно ли считать это целым фильмом, скорее как, ну, работой. Есть ли хотя бы одна работа ваша, один фильм, который вызывает в вас чувство разочарования, что вы считаете, что напрасно вы бы в это вписались, или вы бы сыграли по-другому? Нет, нет, я ни о чем не жалею. Наверное, всегда кажется, что можно было сделать по-другому, иначе, но все равно все-таки учишься на своих ошибках. А что касается работы, как я сказал, я не отчего не отказываюсь, нет, конечно, это не так. Существуют какие-то критерии, по которым ты судишь, могла бы ты участвовать в этой работе или нет. Ну, какие у вас критерии? Ну, не знаю, я имею в виду, если, конечно, если, ну, я не знаю, если даже это фильм, где ты должен сыграть, я не знаю, алкоголичку, не знаю, разбойницу, дебоширку. Главное, чтобы это несло урок. Вот вы превосходно сыграли Джульетту, и я считаю, что, конечно, потрясающе, что 14-летнюю Джульетту, наконец-то, сыграла 14-летняя актриса. Потому что, когда, конечно, Джульетту играют там тетки лет за 20, это неправильно. А это трудно было вообще для вас? Потому что, ну, понятно, что когда играешь Джульетту, то тебя будут сравнивать с сотнями других исполнителей. Вы об этом думали? Нет. Нет, вот это правильно, наверное, поэтому тогда хорошо и получилось. Нет, не думала, ну, не знаю, хорошо, нет, просто, знаете, я была собой, вот. Нет, потому что мне еще в самом начале, когда я начинала репетировать Джульетту, говорили, что тебе практически ничего не нужно играть, потому что Джульетта, она практически, мне, наверное, отчасти повезло, что действительно мне удалось ее сыграть в, начать ее играть в возрасте, сходом с возрастом Джульетты. И это, естественно, мне очень помогло, и я чувствовала себя абсолютно свободной. Ну, в принципе, как и сейчас, ну, конечно, сейчас мое Джульетта очень отличается от той, которая была три года назад. Ну, я думаю, да. Да. Много пишут о том, что вы в четыре года решили, выбрали профессию, решили, что вы будете на сцене, и вас вдохновила красная шапочка в исполнении Яны Поплавской. Да. Это правда, да? Да. А вы с самой Поплавской не знакомы? Нет, к сожалению, не знакомы, но я бы хотела ей сказать огромное спасибо, потому что действительно, когда мне было четыре года, только не смейтесь, пожалуйста, потому что может показаться, что это абсолютно возраст, когда они... Хорошо, я буду очень мрачным, вот таким рассказывать, я буду сосредоточить, давайте. Нет, 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 просто кажется, что это такой очень несерьезный возраст, когда абсолютно нельзя принимать никаких самостоятельных решений, что человек еще не умеет самостоятельно мыслить, принимать, опять же, какие-то решения. И я очень рада, что тогда, после просмотра этого фильма, родители серьезно отнеслись к моему желанию попасть в телевизор, как тогда я это формулировала. Пожалуйста. Я стараюсь на себя все улыбаться. Нет, 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 пожалуйста, не улыбайтесь. Правда, там может рассказ показаться очень таким забавным, но тогда для меня это было очень серьезным решением, и я подумала, что я действительно этого хочу. Ну, знаете, Поплавскую, я тут уже опять же с ней беседовал, вот, и ее просто бесит вот упоминание об этой роли, потому что, ну, для большинства зрителей она ассоциируется именно с этим образом. А вы отдаете себе отчет, что, опять же, для большинства просто статистического телезрителей вы папина дочка, что вы сыграли десятки ролей, но вас в основном знают как папину дочку. Как человек из сериала. Абсолютно отдаю себе в этом отчет. Вас это радует, огорчает или никак? Знаете, я отношусь к этому нейтрально, с юмором. Я понимаю, что в какой-то степени это может быть обидно, не скрою, но... Нет, наверное, я уже переросла в этот период, когда немножко обидно. Нет, это... Я же сознательно на это пошла, правильно? Меня никто не заставлял, и я знала, что такое возможно. Нет, ну, вы могли пойти сознательно, но не могли отдавать, может быть, себе отчет о том, какой будет резонанс, и о том, что вы будете ассоциироваться с определенным образом. Этот образ, кстати, вам близок личностно? Тот образ, который вы воплощаете в сериале на СТС? Ну, он уже близок мне, мой персонаж, я ей очень симпатизируемый, Галина Сергеевна, я ее очень люблю, но, конечно, мы с ней совершенно два разных человека абсолютно. Ну, по многим вещам мы с ней расхожи, но единственное, наверное, в чем мы с ней совпадаем, то в том, что мы очень-очень сильно, очень сильно любим своих близких. А что вообще, с вашей точки зрения, самое сложное в вашей профессии? Не знаю. Хорошо, тогда что самое приятное? Самое приятное понимать, что ты занимаешься именно тем, что тебе нравится, а самое страшное и самое сложное в момент усталости, усталость не перепутать со словом «все не хочу». Ну, то есть, и это, мне кажется, это для меня сложно, потому что, естественно, всегда наступает вот момент усталости во время гастролей, во время… И главное, вот, чтобы не пропал вот этот вот энтузиазм, потому что это самое важное для меня, вот горит тем, что ты делаешь. Вы петь начали с каких лет? Тоже вот с четырех? Нет. Нет, с семи, с семью закла Энни. А какой, да? Ну, честно говоря, профессионально я никогда вокалом не занималась, то есть, я брала частные уроки, но необычные, ненотные грамоты, то есть, ну, когда надо, я… А у вас музыкальные вкусы вообще варьируются с возрастом или вы достаточно лояльный человек к каким-то исполнителям и к какому-то какому-нибудь жанру, допустим? Вот какую музыку вы слушаете сейчас, какую слушали пять лет назад? Удивительно, пять лет назад, четыре года назад, или пять, четыре с половиной, скорее так, я сняла клип «Я твое солнце». Такую музыкальную тему, вот, которую хочется подтанцовывать, и удивительно, тогда это абсолютно совпадало с теми музыкальными вкусами, которые у меня были на тот момент. Сейчас, когда я смотрю на то, что, ну, было тогда, мне… сейчас бы я такого не сделала, не потому что… ну, мне кажется, это было прекрасно, это правда, абсолютно совпадало с тем, что у меня творилось на душе, и я познакомилась с замечательными людьми благодаря этому клипу. Но сейчас я, наконец-таки, определилась с жанром, который мне нравится, я думаю, что я с этим не отступлю, от этого жанра в ближайшее время не отступлю, потому что я им загорелась. То есть я начала очень плотно изучать творчество Барбары Стрэйзен и поняла, что ее песни, ее вот эта подача мне очень близка. Вы имеете в виду певческий аспект ее карьеры? Не как актриса? Я, ну, безусловно, не как актриса, но певческий аспект мне очень близок, и я ей восхищаюсь. Хорошо, а когда вы впервые вообще познакомились вот с лентами Барбары, где Барбара Стрэйзен играл, когда ее впервые увидели на экране? Вы знаете, не так давно. Funny Girl, смешная девчонка, да? Я посмотрела этот фильм года два назад, и, ну, пересматриваю его очень часто, обожаю этот фильм. И это к тому, что вас вдохновила Яна Поплавская, а Яна Поплавская и Барбара Стрэйзен – это такие два полюса разных, ну, как мне представляете, и по темпераменту, и там, по подаче, и по манерам. Это очень… Поэтому у меня задача, честно говоря. Знаете, нет, это абсолютно никак не связано, это просто когда я вижу, со мной все время так происходит, когда я вижу талантливых людей, когда я вижу талант, мне просто хочется… Но вы про актерскую профессию только сейчас говорите. Да, ну, в частности. Я замираю и наслаждаюсь творчеством и действиями этого человека, и ничего не могу с собой поделать, просто восхищаюсь. Ну, когда вы, там, пересматриваете смешную девчонку, вы для себя примеряете эту роль? Вот как бы вы бы сделали ту или иную сцену, как бы вы сыграли эту роль или нет? Или вы просто вот смотрите без всякого профессионального вот аспекта? Да. Просто как зритель, да? Просто как зритель, и просто наслаждаюсь этим, потому что мне кажется, то, что как она сделала, это она, это навсегда, и это неповторимо. Вы смотрите, сейчас эпоха ремейков. Практически все, что сейчас снимает Голливуд, ну, и вообще в мировой киноиндустрии, это то, что уже раньше делали, просто по… или по тем же сценариям, или просто ремейк. Есть ли какие-то роли и какие-то ленты, в которых вы себя видите? Вот вы для себя прикидываете, что вот в этом бы фильме вы бы сыграли бы, там, тот или иной персонаж. Или нет? Или у вас на это не хватает времени, вы погружены в реальную работу и мечтами такого рода прикидками не занимаетесь? Думая о будущем, но не в ущерб настоящему. Ну, практически так. Знаете, вообще, что касается ремейков, мне кажется, это такие истории, мне кажется, что всегда нужно писать вот к таким фильмам, к ремейке, что это фантазии на тему о том, как это было дальше. Или, ну, то есть продолжение некоторых фильмов снимается, потому что иногда, например, надеешься на то, что этот вот старый фильм имел какое-то романтическое такое продолжение, и ты фантазируешь о том, как эти герои потом жили долго вместе, да? Если брать какие-то такие, например, новогодние фильмы, и вдруг эта история приобретает совершенно другой оборот, и это так, мне кажется, нужно тонко чувствовать. Удивительно, нет, но я очень уважаю ремейки, потому что, мне кажется, это здорово, что, ну, фантазия в настоящем, в прошлом, не знаю. А кем вы себя вообще в будущем видите? Вы собираетесь, чтобы помимо... Или вы собираетесь быть актрисой и певицей, или собираетесь осваивать смежные кинематографические ремесла, допустим, не знаю, срежиссировать что-нибудь, спродюсировать. Я сейчас учусь на продюсерах. Да, я поэтому и спрашиваю, да. Да, я знаю. Вот удивительно, знаете, вот я о чем подумала. Меня все чаще стали спрашивать, а точнее утверждать такую мысль, что мне с чем-то обязательно нужно будет в конце концов поделиться. То есть, что так нельзя, тут ты в театре, тут ты в кино, тут ты поешь, тут ты на льду. Что нет, нужно чему-то телекомандаться. Я поняла, что у меня нет цели. То есть, мне не нравится вот это вот само ее достижение, вот этот путь к цели. Когда мне говорят о том, что нельзя растрачиваться на все, я, знаете, я вот о каком примере подумала. Это как праздничный стол. Вот на нем стоит много блюд. И ты же не будешь в праздник сидеть с одним блюдом и есть только его. Тебе хочется попробовать его понемножку. Но для того, чтобы приготовить свой праздничный стол, не пойти к друзьям пировать. Для того, чтобы приготовить свой праздничный стол, нужно сначала хорошенько потрудиться. Как минимум сходить в магазин за продуктами, потом научиться готовить, все приготовить, красиво оформить. Потом обязательно, чтобы с тобой этот праздничный стол разделили твои близкие друзья. А потом нужно хорошенько браться для того, чтобы приготовить новый праздничный стол. Но, Елизавета, весь этот пассаж про праздничный стол, это была импровизация или это была заготовка? Нет, это была импровизация, просто я об этом думала раньше. Вы раньше никому этого не рассказывали? Нет, не рассказывали. Блестяще. Правда? Да, я считаю, что очень хорошо. Нет, потому что поскольку это было очень завершенным и по форме, и в этом еще был, как принято говорить, месседж, то есть был какой-то контент, мне кажется, что у нас получилась достаточно завершенная беседа, и мне было интересно, огромное вам спасибо. Спасибо большое, взаимно. Спасибо.